19 тысяч студентов, 2 тысячи из них первокурсники. Самарский университет открыл сегодня свои двери для тех, кто готов получить перспективную профессию. Ну вообще я предполагаю, что я пойду работать на завод в Самаре. У меня вот в планах пойти на прогресс работать. И я бы хотела там развивать нашу самарскую инфраструктуру. День знаний празднуют не только школьники, но и студенты. А в этом году Самарский университет еще и юбиляр. Отмечают 75 лет. Грандиозных планов в ВУЗе с лихвой. И каждый студент может стать непосредственным участником их реализации. Это Гагарин центр. Это перспектива создания учебного, научного, инновационного, производственного такого комплекса на той площадке, где новый стадион, на той площадке, где будет простор для дальнейшего развития и созидания. Вот там может быть выстроен тот кампус, который самым современным образом отразит возможности и будет лучше, может быть, даже западных, потому что учитывает этот опыт. Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева входит в топ-15 лучших российских вузов. И останавливаться на достигнутом тут не собираются. Новые студенты – это новые возможности для развития и выхода на мировой экономический рынок. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Для 90 первоклашек школы номер 73 сегодня особенный день. Для них звучит первый звонок. Родители волнуются не менее детей, надеясь, что педагоги смогут воспитать из малышей достойных представителей человечества. Каждый год в нашу школу приходят очень любознательные, очень талантливые, необыкновенные дети, которые раскрашивают нашу школьную жизнь, помогают нам достигать каких-то профессиональных высот. И мы вместе с ними растем и стараемся быть им не просто наставниками, мы стараемся быть им друзьями. В 73-й школе большое внимание уделяют воспитательной работе. Примером тому спортивная площадка, на которой в теплое время года дети играют в футбол и волейбол, а зимой заливается каток, а также творческие номера, исполненные на торжественной линейке. Все начинания, конечно, поддерживают депутаты Самарской городской думы. Чувство коллективизма, чувство товарища, все-таки это воспитывает школа. Уважение к старшим, ну, в семье прививается, но в школе все равно, вот именно в той, скажем так, в том коллективе, в котором ребенок обращается и ежедневно, это, мне кажется, наиболее ярко раскрывается. Ну и, безусловно, это знание, тот груз, тот багаж, тот рюкзак, который ребенок набирает в начале своей жизни. Волнительно это 1 сентября и для тех школьников, которые учатся последний год 11-ти классников. Им предстоит готовиться к единому госэкзамену и точно определяться с будущей профессией. Виктория Шара и Марианна Мирная, Станислав Левин. События.